здравствуйте дорогие друзья подписчики добрый день ну что потеплело текут ручьи шквал звонков на диагностику и так далее та же проблема конденсат мансардных кровель неправильное исполнение сейчас едем на такой выезда на диагностику посмотрим в чем проблема разберемся едем на коттеджный поселок в районе города железнодорожного километров 17 от москвы поселок одинаковая застройка уже сейчас можно сказать что где-то допустили рабочие ошибки кстати едем и завтра мы на диагностику и на следующей неделе сейчас просто какой-то шквал звонков даже просто люди сделали ремонт конечно мне звонят они расстроены сделали ремонт отделку течет ручьем и вот сейчас первый сезон живут в доме правильно резкий перепад температуры для с минус там 15 до плюс пожелтевший гипсокартон капает все на паркеты на ламинаты очень неприятная вещь так что следите за нашими видео не повторяйте чужих ошибок здрасте на 194 а куда по куда не подскажете да по кровле да да спасибо посмотрим пойдемте поближе к делу вот да по краю я у вас резко пошло когда потеплела да сейчас и сейчас перестал и не утеплили то есть они пирог порвали а он здесь шли теплопотери потому что руку засовывать не не вот то это не при чем суда потому что оно будет только на этом участке как если она цельная крыша да нет без разницы оно будет именно в этой точке вот проявляться вот если вы говорите что теплой потери у вас разорвали вот здесь это что-то манипуляции делали с вентиляции оно бы здесь у вас и проявлялась в том помещении это и симптоматика такая допустим если вот я вижу есть у вас пароизоляция конденсат выше образуется на гидроизоляции или там сейчас посмотрим что у вас есть он скапывает на пароизоляцию он не капает вот где скапывает а она его доводит туда где она прерывается вот это стандартная болезнь по стенам течет а это именно вот это место где можно все обследовать да почему он да а еще идет но так еще вот комната у нас вскрыто вот я вижу пенофоль чикам наш клиент отлепил уже да и смотри вот у вас вот это да текло тряпки подкладывали да вот я вижу ведра а вот вас лишь потеки конденсат а здесь вот можно до разорвать разорван сейчас посмотрим ребята устройство пирога мансардного проведем диагностику два слоя так новость подтвердятся мои подозрения так 1 утеплитель 2 так утеплено в два слоя два слоя раз это маловато для нашего региона то есть утеплитель десятка сейчас мы выгребем утеплитель десятка это маловато так стропила 150 так что скажешь вас о пароизоляции как всегда назову это ноунейм потому что нигде не видно маркировки пароизоляция дешевенькая она сделана правильно шершавой стороной утепления но да как вася сказал она неизвестного происхождения не надписи ничего нет идем дальше понимает у меня в руке камерами так вот десятка два две пятерки утеплителя это мало так значит смотрим рубирует вас смотри контрабрешетки нету соответственно нет пробок да да смотри а это вообще не гидроизоляция это такая же такая же пароизоляция вот один в один только на ворот перепутано шершавый вверх потому что так было удобнее раскатывать смотри ввозь какой-то непонятно тащит смотри ввозь гидроизоляция полное дерьмо менять лежит вплотную к утеплитель до контрабрешетки для продыха нет и плюс зафигарили это все дело рубероидом но это вообще ну клиент говорил что когда дом деревянный стоили строили в общем крышу и так далее временно закатали рубероидом там он несколько там как некоторое время был подруги ройда дом но крошки не решили его снимать по нему сделали металлочерепица без соблюдения шага между обрешеткой ну полный а вася смотри шаг обрешетки у нас должно 35 мастер про это и говорю видишь доска забита очень отсюда видно что это такое то есть и скорее всего металлочерепица намонтирована на соответственно конечно все мне и хотя клиент мне говорил что нужно будет еще на крышу вылезти посмотреть может там говорит какие-то пробоины в крыше ему устанавливать снегоздержание там другие люди но я вижу что в этом даже нет необходимости я хотя взял страховку с собой шуруповерт вот здесь вся проблема налицо утеплено архи плохо да вот здесь тоже наличие среди по всему периметру признаки конденсатор конденсат течет именно украин тоже тоже сейчас вышли мы сверху снизу тому клиента маленький бассейн расположен и течет вот смотрели тоже от вентиляции плохой да то есть конденсат но причин протестик тут более чем ярослав тут еще работать и работать это так я понимаю ты просто один слой тебе сделали да гидроизоляция это мало для я так понимаю ты хочешь сделать здесь крышу эксплуатируемую правильно эксплуатируем чтобы ходить и так далее ну в принципе задумка хорошая вот ну конечно вот нависающие крыши над эксплуатируемой разрушить роли это вот смотри что говорит то что в твоем доме теплопотери вот они такие поросята лежат здесь дом твой теряет тепло однозначно вот и что хотел сказать вот тоже обратиться и людям которые смотрят наши ролики смотрите тоже грубейшая ошибка я нашему клиенту вот сейчас посоветую он здесь сделал маленький уклон здесь у тебя там внизу котельная дровяной котел у нее там шпарит я вижу вот и маленький пологий участок металлочерепица видите какая глыба здесь она все равно потечет у металлочерепица имеет критический угол 20 градусов здесь угол я не знаю ну градусов 5 образовалась глыба сейчас потеплеет сверху тоже будет капать водичка как только дает она будет упираться в эту глыбу как только вода подымается выше волн вот этих допустим где-то здесь она будет затекать везде дай бог если гидроизоляция будет спасать и страховать выводить за край ну на самом деле здесь надо избрать какую-то другой вариант например фальцевую крышу в цвет такого же цвета сделать этот участок и проблем не будет ну конечно все сделано без запилов так повтыкали саморезы торчат ага сути у вас есть на поселке на не будет 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 не слушай хороший поселок дорогая земля здесь участка на 200 нифига себе ну я знаю сколько от москвы то получается 17 3200 ну не знаю я у меня есть варианты но да подальше да подальше будет где-то лям 800 под газ и я смотрю на варианты но подальше это знаешь ногинский район под ногинском но при 200 блин отдать за землюшку не на маленький саре грамотный этот дом ты сделал из бруса профилированного да ну то у тебя такой теплый экологичный я у деревянные дома кстати люблю тоже вот это что вот я росла вот видишь вот пошел к снежочек жестью надо отбивать конечно у тебя парапет здесь на закрывать просто как бы тоже хотели это сделать но типа скамейки все так но в принципе диагностику считаю закончены все проблемы налицо вот осталось только за малым решить эту проблему вот ребят пока ходили здесь по территории смотрели снаружи дому хочу обратить внимание на соседский та же песня продыха нет вот видите если вот гопошка конечно плохо увеличивает зазора для вентиляции нету там под крышей вижу под крышей вижу ну контрабрешетка не заложено гидроизоляция как это там в гармошку даже песня ребята вышел посмотрите что делается надо какой-то административное здание ехал мимо уже после диагностики сталактиты и сталагмиты нарост на крыше ледяное сантиметров сорок это говорит о тем что теплопотери в этом помещении точно она отопляемая здесь отопление есть и вот что происходит сосуля метра два с половиной ну вот мы провели диагностику вот вы наверное видели все недостатки как опять же пренебрежительное отношение к материалам исполнительный кроечка там инвентарным нормативом да да то есть используют дешевые материалы путают стороной гидроизоляцию там раскатывает ее как проще так удобно вот грубейшая ошибка расстелили рубероид почему-то на крышу решили нет контрабрешетки для продыха бруска все те же самые ошибки нам даже зимы полный ремонт до кровли пирога то есть полного разборка до скелета до до стропилы и обратно то есть и кстати на этом объекте еще недостаточное утепление десятка там всего лишь на все надеяться что частично как-то ее решить то что мне клиент спрашивал можно это изнутри как-то не трогать да 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 не черепицу я говорю что это без полной переборки это не обойтись значит изнутри это не пойдет именно то есть гарантированно нужно делать полный комплекс тогда значит будет результат и так оставайтесь с нами смотрите наше видео не забывайте ставить лайки надеюсь с нами было интересно до новых встреч пока пока